Экономическое развитие города, эффективное муниципальное управление, накопление человеческого капитала и создание комфортной среды – это ключевые направления стратегии социально-экономического развития Губкинского до 2030 года. Накануне на заседании Городской думы депутатам предстояло утвердить этот важный для Губкинского документ. Реализация данного проекта не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений администрации города, а также не влечёт дополнительного финансирования. Как отметили депутаты, при формировании стратегии была проделана большая работа. Документ включает в себя 50 проектов производственной, инфраструктурной и социальной направленности и эффективные пути их достижения. Стратегия действительно продумана, проработана. Она позволяет нам к 2030 году повысить благосостояние граждан в виде увеличения средней заработной платы, подвергнуть большому количеству дорожного полотна и проездов ремонту. В том числе она подразумевает достаточно большое количество инвестиций в социальную сферу. Это строительство различного рода учреждений, зданий, в том числе и детской поликлиники, детских садов и школ. Утверждение стратегии – один из 22 вопросов заседания городской думы. Также депутаты заслушали доклад об исполнении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. В этом году на ремонт дорог в Губкинском было потрачено более 130 миллионов рублей. Работы проводились на участках улиц Магистральная, Газовиков, Молодёжная, проспекте Мира. Частично были отремонтированы мосты. В следующем году работа будет продолжена, отметил на заседании первый заместитель главы Андрей Бондурко. Предполагается, что работа будет разделена на два этапа. В первом планируется ремонт участков дорог по улицам Калинина, Школьная и проспекту Мира. Второй этап входят объекты, на которые оформлена дополнительная потребность. Это ремонт автомобильной дороги по улице Таёжная, внутриквартальные проезды и ремонт мостов через ручей Бараяха и Харвяха. В этом году эти мосты не были отремонтированы в полном объёме, так как проектная документация требует доработки. На сегодня заложено уже бюджет 114 миллионов, которые спланированы объекты, которые надо отремонтировать. И уже есть потребность ещё в 159 миллионах, но там нужны ещё проекты, сметная документация для того, чтобы мы в округ представили. И округ нам выделил дополнительное средство. В завершении заседания глава города Андрей Гаранин поблагодарил депутатов за работу. Работа действительно у депутатов не только напряжённая, но очень инструктивная. И депутаты действительно погружаются в проблемы администрации, так и представляют жителей, которые отдали всё 20 лет. И я думаю, что все коллеги присутствуют в зале поддерживают, что депутаты действительно делают огромную работу, которая нужна и важна нашим жителям. К обсуждению важных для жителей вопросов народные избранники вернутся 25 декабря на заседаниях депутатских комиссий. Наталья Рябинина, Алексей Магин. Новости Губкинского.